Привет, зритель! Это у нас мой уход на ноябрь. Я понимаю, что сейчас 2 ноября, но у меня так получилось. Я к себе пододвинула тумбочку, на которой целая баррикада этого ухода. Ты-то не видишь, а она-то рядом. В общем, мыцелярка от шелк, которая с трудом частично удаляет то, что у меня на губах сейчас. Но все остальное она удаляет хорошо. Она у меня будет в ноябре гелик от LibreDerm, который такой универсальный, что можно волосы помыть. Правда, сегодня я мыла не им, а шампунькой, которая мне тонечка дарила. Короче, им можно волосы помыть и можно лицо помыть. Помаду, правда, он термоядерной от Makeup. Makeup, Makeup не смывает нифига. Хоть тут и заявлено, что его можно использовать для демакияжа. Еще его можно использовать для интимной гигиены. Короче, если интересно, просто ткнись на ссылочку в инфобоксе на мою страничку на рекоммент. Я там Оду этой LibreDerm посвящала аж 4-м средствам. Вот он будет у меня юзаться в ноябре. У меня, конечно, еще есть гелики для душика от Лелечки от Ива, но там даже два каких-то недоюзанных. У меня они в баночки пустые еще не успели попасть, но что-то я решила сначала это доделать. В общем, так, смотрю-то я сюда. Ну да, в принципе, оно все так. Короче, LibreDerm у меня тут отопик серафовит тоник. Я на днях поняла, а в отзыве не указала. Облом. Короче, на днях поняла, может, из-за этого мне 10 копеек за отзыв дали только на реке. Я вообще в таком трансе. 10 копеек за отзыв. Ну хрен бы с ними. Короче, не суть важная. Я же пишу не только из-за этих бонусов. Не поймешь, кому как попадет. Короче, я поняла, что он меня напоминает мою любимую штуковину. Какой-то был такой тоник. или какое-то средство типа тоника. У Ифраше такой тоже синий коробочки. Там с алоем оно было. И такое же густенькое. Вот оно напоминает мне вот это вот. Мне сегодня намыло. Спустя 5 лет внезапно Ифраше кинул свою эту рекламку. Типа новогодние лимитки вышли. Закажи. Вот тебе, значит, номер твоего этого клиентский номер. Вот тебе еще что-то там. Я думаю, обалдеть. Сначала они прикрыли мне аккаунт. Потом, значит, они всякие пакости делали. Потом я на них обиделась и с ними не... У них ничего не покупала. Да и Верик не ездила. Потому что было ковид. Ну и, короче, в общем, как-то так. В общем, Свиса Мэй и Маша у меня будет наверное, потом в футболочках пойдет до ноября. Это швейцарская... Швейцарская, да? Ну, а Швецию с Швейцарии буду. Ну, по-моему, это швейцарская. Это косметика, короче. Покупала ее на Вайберис. У меня там еще масочка есть. В общем, вот это у меня будет в ноябре. Я ее пользуюсь этим скрабиком. Я им скрабирую сейчас даже губы перед тем, как вот это наносить. Потому что оно как-то... Я поняла, что надо скрабировать губы, прежде чем наносить матовую, долгоиграющую помаду от Мискап. Короче, хороший такой скрабик. Я помню, что меня просили. Я обещала заснять видео моих пенок, которыми я сейчас пользуюсь. Ну, пенки и скрабики. Но вот пока что-то руки не дошли. Про этого товарища чуть было не забыло. Я его иногда пользуюсь. Правда, в последнее время как-то не очень пользуюсь. Это я самая освежающая алоэ гель для лица и тела. Интенсивное увлажнение. 95% этого самого алоэ. 100% натуральная основа. Я люблю веганов. И я не тестируюсь на животных. Для веганов и антиживотных. Ну, в общем, да. Короче, для веганов оно. Этичная косметика. Хороший гелик. Единственное, дофига липкий. Я ему тоже воду посвящала. На Эрике. Вот это средство я им регулярно пользуюсь после митья волос. У меня тут уже половина выбрыскалась. Это питерская фирма Асайя. Кератин мультиспрей. 15 в 1. Но я вроде шорс на канал заливала. В инсту что-то кидала. Короче, хорошая штука. Помогает расчесывать. Я его сейчас использую вместо... Ну, в шампуне, а потом его на полувлажные волосы. А потом уже расчесываю. Ой. Вместо всяких бальзамов. Потому что, ну, пока он есть, я его пользуюсь. Просто он с бальзамами, мне кажется, как-то, ну, друг друга начинают перетягивать одеяло на себя. И волосам от этого не лучше. Поэтому лучше шампунь и вот этот бальзамчик пока. Вот снова свицы Маш. У меня тут масочка с глиной. Удивительная такая штучка. Обычно маски с глиной, они так высыхают, и на тебе такой коркой сидят. А потом ты эту корку задалбиваешься смывать. А тут довольно... Половина маски впиталась, половину можно смыть. Нету такой корки. Ну, тоже хорошая масочка. Тоже, наверное, там в Вайберс покупала. Тут у меня... Тут у меня... Я думала, он будет в пустых баночках, но он ещё живой, и он ещё вполне его хватит. Видимо, будут в пустых баночках ноября. Это Ботавика с гель-сывороткой против тёмных кругов для чувствительной кожи вокруг глаз. Базилика Лимонград. Лимонград всё можно утром и вечером. Ну, вот я сейчас её использую в основе утром. Умываюсь пенкой, которая сейчас вот тут будет пенка, потом тоник, который уже показывала, а потом уже его наношу на глазики. Ну, около глаз, на веки. Потом наношу вот это вот, а после тоника на лицо наношу уже вот это вот. Сейчас это всё покажу. Короче, Ботавика с этого у нас... Вот, это сыворотка, а это пенка. Базилик Лимонград. Приятный такой аромат. Утром, если умываться, то он так прикольно освежает, какой-то заряд энергии даёт. Это я как-то получила... Когда я покупала на бьюти-патчах единственный свой заказ, ну, в смысле, один раз что-то там покупала, мне вот заказ по бонусу Многоро, по карте Многоро выдался вот этот кремик для глаз. Корейский. Имейдж. Короче, сейчас покажу. Вот, с роликами. Такой охлаждающий эффект. Очень классный кремик. Я вот что-то использовала, потом летом было не до него, вот сейчас снова пользую. И вот это у меня Green Babes, Бербс, хрен знает. Зелёная Барби, в общем. 30 миллилитров сделанного во Франции от подписчицы Елены из Франции. Тут 30 миллилитров. Вот кто смотрел пустые баночки, там был крем от Белиты 40 миллилитров, мне его на 2 недели хватило. А тут 30 миллилитров, и он ещё жив. Я его тут вам использую, реально как дневной крем. Очень классный, нежненький такой, хорошо увлажняет, быстро впитывается, никакого липкого эффекта. У меня тут очередной бочоночек, Кайлаш Джеван. Я ему даже Оду на реке оставила. Не особо старалась, но мне почему-то за него бонус упал больше, чем то, что с серыми звёздами. Я уже про это поофигевала в чатик в телеге, который временно закрытый по разным причинам. Но туда можно по инвайту попасть. Короче, этот, вот Кайлаш Джеван. Я его использую как мигрени, от всего остального. Ну, у него есть отдельный ролик про него. Про него каждый раз говорить неохота. Можно вот помазать там ранку какую-то. Она быстро заживёт, если пару раз ещё помазать. Он меня вообще спасает от конъюнктивита. В эту пятницу мне предстоит идти в гости к моим дорогим друзьям. Всё бы хорошо, но после того, как я от них прихожу, у меня конъюнктивит, потому что они курят. Вот Баталикас очередная. Это масочка успокаивающая. Крем-маска для чувствительной кожи базилика лимонграсс. Тоже хорошая штука вообще такая. Крем-крем. Только смывать её надо. Кстати, что-то я давно её не пользовала. Уже, наверное, целую неделю. Надо бы исправиться. Баталикас восстанавливающая питательная сыворотка для чувствительной кожи. Я её использовала вообще как бы вечером, перед сном, но одно время тут использовала днём вместо вечера. Хорошая штучка. Так, у меня тут самопальный дезик имени меня с каким-то эфирным маслом. У меня всё ещё живой крем Веллиния для ступней ног идеальный. С этим самым, ну, с мятным таким эффектом. Там мятное масло находится, мятное эфирное масло. Очень хороший кремик. Он напоминает мне раннюю Гринмаму. У них был такой кремик для охлаждающих, для уставших ног. Не знаю, сейчас выпускают они или нет. Они там, смотрю, даже логотип сменили. Видать, в 125-й раз владелец поменялся. Ну, в смысле, этот зелёный человечек исчез, осталась просто Гринмама. Вот, хороший кремик, экономичный. Опять же, от Веллиния у меня всё ещё есть. Это сыворотка, гель-сыворотка, супер-увлажнение. Обалденная сыворотка. Я её иногда наношу вот после тоника, который показывала от Либридерма. Иногда, если вот, когда не было этого тоника, использовала другой тоник. Но сейчас он не в уходе, он вот потом в другом месте в уходе. Короче, его использовала и её. А иногда умывалась пенкой, и просто её наносила без всякого тоника. Очень классная штука. На лето, когда не очень жарко, вообще идеально вместо крема. Ну, а этот тоник у меня бывает так, что я его наношу, и, в общем, как бы, после него крем не всегда использую. И как-то у меня от Либридерма кожа лучше стала. В плане того, что она не настолько суперсухая. Вот этот шикарный крем. Спасибо, кстати, Мэри Поттер за разъяснение насчёт эмолентов. Я вообще знать не знала. И про крем эмолент узнала только с момента, как у меня Либридерма этот появился. Он и руки у меня лучше старые. Ну, как бы, конечно, бывает, что помоешь, или придёшь с улицы, или проснёшься, кожа немножко сухая, но уже нет такого, что вот в это время у меня обычно осенью кожа требовала увлажнения 24 носи. А с эмолентом на влажную кожу рук, нанося его, реально, как бы, намного меньше уже используешь обычный крем для рук. Ну, и как-то его. И его-то уже максимум три раза в день можно наносить, но у меня обычно выходило раза в два в день его. Очень классная штука. Соль для ванн, которую я использовала в октябре, и будет она пользоваться и в ноябре. Надеюсь, это окей. Соль для ванн, антистресс, увлажнение и расслабление это подарок от подписчицы Лёлечки. Хорошая соль. Спасибо большое. Клювая. Так, надо её тебе поставить-то. Так, у меня тут очередная сыворотка. У меня тут прям сыворотка сывороткой погоняет. Это Лолив, Века Контур. Она мне досталась всё время в розыгрыше среди покупателей, оставивших отзыв с фотками до и после. Всё, что она обещает сделать, она не делает. В основе она делает только шоут. Вот убирает круги, мешки под глазами. Это действительно. А сыворотка для век против от мимических морщин. То ли у меня не суперсильные мимические морщины, они обычно бывают, когда я не выспалась и жмурюсь. То ли... Она много обещает, но не всё выполняет. Короче говоря, вот как мешки под глазами или круги, вот эти припухлости, она действительно убирает. Хорошая сыворотка, можно носить утром-вечером. Вот она мне ещё тут не закончилась. Просто был перерыв, и я вместо неё использовала Батавиков, ну, сыворотку от Батавиков. Так, у меня тут бальзамчик. Он одно время был в деревне, одно время был в рюкзаке. Я в рюкзаке сейчас что-то... А в рюкзаке сейчас другой бальзамчик, а Ивановский. От Лёлечки. А это Света мне, по-моему, дарила на новую... Ну, лимитка нового года прошлого. Не фрашерский. Очень хороший. Вот реально такая хорошая гигиеничка. Я иногда его использую как сам по себе, а иногда перед тем, как помадой попользоваться. Так. Лечебный лак, который у меня был в предыдущем обзоре на ногтях. Френч. Что тут у нас? Укрепляющего для ногтей. До октября 25-го года. Крем для рук, который мне сёстры далили в прошлом году на 8-ую марту. Там был набор, там мыло, по-моему, было, Арифлеймовское. И вот этот крем. Он всё ещё... Ну, он наполовину уже уделанный. Я иногда просто иду из ванной. Крем-то, амолент у меня на компьютерном столе или на кухне. А этот тут лежит. И если понимаешь, ну, надо бы немножко увлажнится, то я его использую. Зубная паста. Я тот ролик всё ещё не смонтировала. Но, я думаю, вы уже привыкшие. Я вчера обнаружила два мумбанга, хотела их смонтировать, потому что у меня флешка тут заполнена. И на планшете тоже места нету, чтобы синхронизировать, допустим, видео. но уснула. И на меня уже не было мне сил монтировать этот мумбанг и тот другой. Промис. Зубная паста с тором и кальцием. Чё-то около 40, что ли, рублей. Или типа того, покупала в этом в светофоре. Обзор я делала, но вот смонтирую, как только разберусь тут со всякими делами. Защита от кариеса 125 плюс 20 грамм. Короче, 145 грамм. Нет бы сразу написать 145 грамм. Как покупатель может понять, сколько вы задрали цену? Баночка универсальная. Если у меня вдруг гелик и маслица, которая ещё не в кадре, закончится в ноябре, то этим я буду не только волосы мыть, но ещё и как гель для душа. Это натуральное, густое мыло для тела и волос, восстанавливающие молочные протеины, органическое масло ши без СЛС и парабенов. Натуральное на 95% ингредиентов. Биохелпи. Это мне подписчица Тонечка дарила. Вот хорошая штука такая. Крутое, короче. Мыло там совсем чуть-чуть надо его. Вот я сегодня и мылась. Мыло голову. Так, у меня тут пена, которая ещё с предпоследней посылки от Лёлечки. Она у меня стояла в ванной, жрать не просила, потом я про неё забыла, потом я её нашла. Сладкие сны. Пена для ванны. Я вообще люблю такие пены для ванны. Эйвен, спасибо тебе, Лёлечка. Очень классная пена. Видно, что я её всё-таки расходовала. Это от Полиночки. Хоть у меня есть крем Эмоленты, сейчас я им пользуюсь как бы местечково после душа. Но иногда мне просто хочется попользоваться, несмотря на то, что сухая кожа или нет, лосьончиком. Это у нас крем Духит для тела, органический жасмин и мускатная роза, шлейф и звёзд органи китчен. У меня ещё такая же баночка есть в запасах, а это вот начатое и пользуюсь иногда. Спасибо, Полиночка. Кстати, тоже спасибо, Полиночка. Я её усиленно юзала. Я думала, что она будет в пустых баночках октября, но как-то так получилось, что последние дни 10 я про неё забыла хоть сегодня её поюзать. И она в итоге вот у меня стоит тут. На одну треть ещё в ней есть что-то. Это Новосвит, сыворотка для лица и шеи ночная. Увлажняющая. Хорошая, кстати, штука. Это, которая у меня часто забывалась показаться в моём уходе, но стабильно пользовалась. Это от Мальдив Дримс маслоактиватор для роста бровей и ресниц. Ну, вы знаете, у меня с ресницами как бы проблемы. я только брови мажу каждый вечер. Ну, когда не была в деревне. Тут волосины какие-то припёрлись. Он уже где-то ну, две пятых тут осталось от него. У меня было тогда в набор из двух флакончиков. Один флакончик я сестре задарила. Вот этот гель для душа. Домашний очаг. Гель для душа с ароматом гвоздики и древесины с натуральными актрактами. Упаковка подходит для переработки лекарное масло для душа от LibreDerm, которое ничем не хуже и фрашевского масла для душа. У меня тоже будет пользоваться в ноябре. Очень классная штука. Первые пару раз у меня сначала сушило кожу, а потом уже сушило местечко кожу. Сейчас уже не сушит кожу. я его использую выхожу из душа и увлажнение мне вообще не требуется. Если, конечно, не приспичит вкусно пахнуть джасмином. Так, с чего у нас тут еще? У меня тут целая коробочка от Тонечки. Там не только от нее, но эту маску все никак не запользую. Все собираюсь, собираюсь. Две штуки подарила тетя, а сама так все руки никак не дойдут. Это от Леночки из Франции. Из ее подарка это Битекс косметология. Маска желе для лица охлаждающая с алоэ верой и уроновой кислотой. Живительное увлажнение и свежесть. Вот мне надо было тут увлажнение, я про нее совсем забыла. Короче, у меня тут коробочка с масочками, тряпочками, с масочками, не тряпочками, там где-то еще есть вроде патчи, да, патчи даже есть. Еще что-то вроде режет. Тут даже пробники какие-то в бочерские. И она у меня периодически какая-нибудь масочка, тряпочка используется. вот наверное весь мой уход на ноябрь. Тут вон что-то вроде еще лежит. тут уже помады пошли. Ничего больше не лежит. Вроде ничего не забыла, все показала. Если хотите поддержать канал, то можете это сделать, я буду вам благодарна. Будет где-то тут или тут облачко, типа поддержи Лёльку. Если вы чем-то таким пользуетесь или что-то хотите мне посоветовать, ну типа Лёль, вот это можешь заюзать, тебе тоже будет хорошо. На себе я проверила, и ты проверь на себе. Ну или типа того, короче, если может я что-то обещала, но давно не записывала, можете мне напомнить, но если вы будете напоминать вежливее, Марина здоровая, привет, если это увидишь, то есть больший шанс, что я под настроение решу записать именно вот то, что вы просили, а я давно просили, а я забыла, никак не сделаю, чем то, где напомнили очень грубо, потому что знаете, когда обесценивается труд, то не хочется снимать уже то, что попросили. Всем хорошего настроения, бодрости, я вот две недели как сонная муха, но тут приобрела себе витамины, надеюсь мне теперь вот энергия переть. Ну и всем пока!